Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, с новогодними праздниками, с наступившим новым годом, ещё раз хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви, всего-всего самого лучшего. Некоторые девочки мне написали, что они работают на январские праздники. Так вот, я вам хочу пожелать, вам в особенности, да, кто работает, не только девочки, наверное, но и мальчики, да, всем тем, кто работает на январские праздники, хочу пожелать, чтобы работа на январских праздниках была такая, знаете, не напряжная пришли с коллегами поболтали и пошли домой и при этом хорошо заплатили вам вот самое лучшее правильно вот чтобы не было никаких вас там конфликтов нервотрепок и всего остального чтобы все было отлично вот у нас пасмурно идет снег уже который день уже у меня муж устал чистить все там чистит чистит у нас уже вот такие сугробы девочки уже какой-то не знаю кошмар вот начинать они новый влог такой и замы ничем особым не занимаемся сейчас девочки у нас вообще санкт-петербурге сейчас со 2 января вели или с 1 даже января вели qr-коды то есть все торговые центры по qr-кодом в кинотеатре было еще до этого по qr-кодом я не знаю спрашивают где-то или нет но вот как то так ко мне еще должна была приехать моя сестричка с племяшками но они приболели поэтому поэтому вообще у меня на лайте такие праздники но на самом деле уже немножко устаю отдыхать чем-то мне заниматься уже куда-то надо вот уже уже какие-то планы там себе строю в общем все такое вот я обычно то есть меня уже такая несколько лет есть такая традиция перед новым годом я сама себе дарю подарки вы делаете так вот честно и мне это очень нравится для меня это такие знаете вещи которые вот очень хочется но жаба душит вот она меня душила 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 я решила убить эту жабу как раз таки перед новым годом на самом деле заказала себе несколько таких подарочков но один из них у меня в общем я в декабре замоталась и о себе вспомнила очень поздно последнюю неделю и вот один из подарков пришел ко мне сегодня другой подарок и застрял где-то у меня на сортировке в санкт-петербурге не знаю вот должен наверное прийти но я думаю что уже наверное после рождества ко мне придет хотя обычно оттуда у меня посылки достаточно быстро приходит но в общем ладно я не буду так сказать интригу вводить не буду просто потом покажу вот еще ко мне тоже перед новым годом как раз заказала посылку с василька должна будет прийти тоже почты россии вот а сейчас я себе сказала я прошлом прошлом году вот я не помню покупала я себе сумку или нет но у меня уже какая-то мне кажется традиция на новый год покупать себе сумку в прошлый новый год нет а вот позапрошлый да ну в общем я себе как-то сумку гес не помню какой год я себе покупала сумку гес и сейчас я тоже решила себе купить сумочку заказала ее на ламоде и вообще все вот эти сумки такие но брендовые скажем так я заказываю их на ламоде ни разу еще не было такого чтобы мне привезли и что-то было с ней не так вообще с одежды нет у меня бывало такое что с одежды одежда приходила с браком как-то вот одно платье мне очень сильно понравилось но пришлось браком помню мне тогда название вала это девушка и все предлагала мне приехать заменить но моем же размере без брака не было в общем я отказалась помню и как-то очки мне солнечные очки заказывали как-то пришли с браком там была треснутая ну вот эта часть душка ушка душка как она там называется в общем я при курьере немножко распаковала просто посмотрела что все было в порядке сейчас буду распаковывать вместе с вами все приходит вот так запаковано хорошенечко и это у меня сумочка от майкл курс вот такая боже я ее на самом деле очень долго ждала когда она появится в наличии точнее я не увидела где-то наверное в октябре она мне очень очень понравилось и все смотрела на меня думала но мне не надо мне не надо и потом она пропала из наличии сейчас появилась снова и точнее перед новым годом она появилась снова я там подписалась уведомить о поступлении она пришла единственное что он у меня об этом предупредили здесь пыльник не оригинальный вот здесь просто на ламода премиум написано но меня об этом предупредили мне в принципе вот эти пыльники не нужны я в них не храню сейчас я коту открою подождите сладенький мой пухлячок пришел он кстати не любит сидеть на руках до пошел ладно сейчас я дверь закрою еще один бандит ко мне пришел они кстати так и не дружат вместе вообще нисколечки не дружит ну да ладно вся в шерсти поцарапал сейчас ругаться точнее кастер ругается а этот с ним очень хочет поиграть он его не бьет не обижает маленький но очень хочет играть все шерсти девочки вот в общем вот такая вот у меня малышка появилась подписалась уведомить дням поступления вот она моя боже она очень прикольно единственное что она есть же в именно в такой расцветке нет есть точно такая же такая какая-то она черная с оранжевым что-то у меня коты идите отсюда для фан сейчас все свернул мне тут туда пакетики бросила тут видите все закрытом это все с с ним для фан перестань отстань отстань от него смотрите что делают а бандиты все он завелся это надолго кастер перестань кошмар у нас а смотрите они мне сказали что пыльника нет а пыльник вот этот вот он внутри может смотреть а ты к нему лезет он поиграть хочет а этот слишком благородный код чтобы играть с какой-то там с кем-то там с каким-то там мы к ним здесь вот есть вот эта бумажка это паспорт ну майкл курсон всегда лежит и еще еще здесь вот такой вот ремешок прикольный сейчас его распакую вот такой вот здесь вот маленький ремешок нет вы посмотрите на них я честно говоря не помню как на фото было но по-моему как-то вот сюда цеплялась мне кажется так некрасиво да вот сюда все там драка пошла мне кажется прикольнее вот так зацепить если сниму что-нибудь нет для сегодня это у нас звезды а не моя сумка скажет какая сумка вон звезды в общем она носится примерно как поясные сумки только не на поясе а как бы вот так ну пониже да если опустить вот так примерно она смотрится так встану как-то вот так вот должно смотреться здесь в общем есть вот такой кармашек чем здесь вот такой вот маленький кармашек бумажки как маленький он не маленьким как целый кошелек вот но молнии туго достаточно ходят но это первое время потом и здесь вот такое большое отделение и все на этом больше нет ничего то есть он примерно должна носиться вот так так вот эта цепочка там как-то по-другому было мне кажется вот за эту штуку была зацеплена мне так не нравится мне нравится вот так вот вот очень пониже нужно опустить вот эту часть поцарапалка все разошлись хоть вот вот такая вот мне очень понравилась вот эта расцветка потому что она подойдет ну абсолютно ко всей моей одежде и с синей курткой можно носить из коричневый из со всякой разные в общем вот в общем вот такая вот у меня прикольная сумочка очень классно вот это вот реально как кошелечек маленький ну как маленькие он не маленькие смотрите как он вместительный и здесь вот такой вот тоже вместительный вот можно носить и вот так вот таким вот образом на плечо в общем вот такая вот у меня красоточка девочки я вообще балдею просто сумочка очень классно вообще это я очень давно хотела посмотрите на него прошел он очень любит вот эти пакеты у него уже была вот эта вот история когда он дает пакет одел себе на шею и бегал тут как сумасшедший потому что пакетик за ним гнался мы тут с детьми у еле спасли было такое ну как еле спасли с ним ничего не стало но у него была такая история с магазина когда я пришла и участвовать все пакеты во все коробки везде лазит касперу пристает но как бы он не драться он как бы так ну как поиграться что ли каспера это тут вот вы видели да гундит в общем довольно девочки не могу я не знаю я смотрела сегодня на сайте этой сумки нет наличие есть точно такая же только с оранжевым по какая-то оранжевая такая окантовка я уже думала если не будет именно вот этой то я закажу себе ту другую купила с очень хорошей скидкой кстати вот вот такая вот у меня теперь маленькая красоточка ну будет конечно же теперь моя любимая сумочка естественно когда новенькая сумочка она у лично у меня становится очень любименькой вот но на самом деле мне лично мне не принципиально там майкл корс или какой-то другой бренд просто мне понравилось именно вот эта расцветка и ремешок светленький то есть он и подойдет и не вообще вот эти ремешки можно же менять против это она здесь не здесь не отстегивается вот этот ремешок не отстегивается только вот этого цепочка отстегивается вот но вот этот светленький ремешок он ну и летом тоже можно с каким-то кардиганом да и не только вот такое дело поместил вот и сюда у меня вместятся и ключи и очки и, в общем, всё что угодно. Бутылка воды, но если только маленькая, сюда поместится. Вообще, я не люблю большие сумки, я не таскаю с собой никогда. Если я даже беру с собой сумку, она у меня очень долгое время лежит в машине, а я хожу без. То есть я беру просто с собой ключи, телефон, всё, мне больше ничего не надо. Ну и сюда вот можно как раз какую-то мелкую денежку положить. Ой, ну, в общем, классно. Маленького такого, прям совсем маленького кармашка здесь нет. То есть, видите, нет ничего сзади. В общем, девочки, довольны, как не знаю кто. Просто очень довольны. Вот. Ну, в общем, ладно. Я вам оставлю ссылку, получается, на ту оранжевую сумку, да. Она точно такая же, только с оранжевой. Теперь дверь откроется. Я ещё вся в шерсти. Мне, кстати, очень многие писали, что практически у всех котов есть вот эта вот фобия закрытых дверей. То есть все двери должны быть реально открыты. Вообще кошмар. У меня тут, кстати, я вам ещё сегодня покажу заказ Фаберлик. И у меня тут на днях, я поснимала немножко, моя Джуси поймала крысу маленькую. Представляете? Вот меня кто-то спрашивал, кстати, по поводу, есть ли у нас, ну, мыши-крысы. Да, есть. Ну, у нас на участке они не живут. Они живут у соседей, у одних и у вторых. А у нас нет, потому что у нас, ну, кошка, ну, может быть, пахнет, потому что, хотя они не особо у меня все мышеловые. Тут Джуси, моя собачка маленькая, да, она поймала у меня маленькую крыску. И она теперь постоянно сидит. У нас есть компостная куча, такой компостный бак, я бы так это назвала. Вот. И они там, в общем, роют со всех сторон, особенно зимой. Летом, весной они куда-то уходят, а вот зимой они там сидят у нас. Ну, как сидят? Они приходят туда есть. Даже видно у нас такие дорожки проходят. Вот. И так как вот эти соседи, они у нас не живут зимой, те живут, но как-то так. В общем, много соседей, которые не живут зимой, видно, они в домах там живут и к нам приходят покушать. В общем, Джуси у меня теперь ловит, сейчас я вам покажу. Ужас какой, да, Бона? Вот что натворила твоя подруга. Кошмар. Играется теперь. Поймала, сама поймала, девочки. Это маленькая крыса. Теперь играет. Представляете, что творится у нас тут? Ужас какой. Да, Боня? Вообще какой-то кошмар. Собаки так не делают, да? Так, ну и давайте покажу свой заказ в Аберлик. Давайте начну я все-таки с бытовой химии. Как всегда, заказала любимые кондиционеры. Вообще, вот, мне больше нравятся вот эти. Они более густые внутри. Вот такой кондиционер и вот такой. Смотрите, я вам сейчас покажу. Смотрите, какие они густые. Надолго хватает. Классно имеет аромат. Очень нравится. Вот этот мне нравится по аромату кондиционер. Ну, я вам все артикулы подпишу внизу в инфобоксе. Очень приятный аромат. Вот у этого мне прям понравился. Нравится. Уже не первый раз покупаю. И вот такой восточный пион. Тоже мне нравится по аромату. Поэтому я взяла. Я эти кондиционеры иногда добавляю, когда мою пол. Но тут увидела. Что-то я раньше не обращала внимания. У фиберлик вот такое концентрированное средство для полов и стен. Вот. Без моют различные виды полов. Стены, предметы интерьера. Тра-та-та. Не требуют смываний. Вот. Вот это классно. В общем, заказала. Попробовать первый раз вот такое средство беру. Так. Моё любимое средство для уборки на кухне. Все. Вот. Стольешницу. Все. Все. Все поверхности. Можно даже плиту, если она не сильно грязная. Вот. Вот этим средством мою. Раковину. Ну, мойку имеется в виду. В общем. И фасады. И всё-всё-всё. Вот этим средством супер. И иногда, если на первом этаже у меня очень грязный пол, то я его тоже добавляю в воду. И мой им пол очень хорошо отмывает кафель везде. Ну, вот это тоже любимое средство моё. Оно у меня и на первом, и на втором этаже. Нужно покупать вот эти распылители вот здесь вот отдельно. Но они там что-то совсем недорого стоят. Для ванной комнаты сильную ржавчину он не удаляет. Но вот для такой, ну, скажем так, ежедневной уборки вообще отлично справляется. Также купила губки. Губки я покупаю всё время бесцветные. Кстати, они очень хорошие. Они долго держатся. Вообще классные. Это у меня мужу в машине она валяется. И домой тоже. И вот этот спрей. Защита от влаги, грязи и реагентов. Очень классный спрей вот этот вот. Единственное, его минус. Его надолго не хватает. А так можно и обувь обрабатывать, и сумки. В общем, всё-всё-всё. И действительно защищает. То есть нет таких въедливых пятен. Особенно вот эти вот, знаете, когда в городе вот эти реагенты все оставляют такой белёсый налёт. Вот с этим такого нет. Очень классное вот это средство. Зимой сейчас всем очень советую. Так, ну здесь ещё, как обычно, я взяла вот эти освежители воздуха. Там они какие-то были на акции. Вот такая ягодная мелодия. И вот такое вот, что это? Апельсин с корицей. Вот это, кстати, я брала уже. Такое очень вкусно пахнет. И нейтрализатор запахов. У кого есть животные, и не только животные, вообще очень советую. Видите, здесь и можно и в машине, и вот различный всякий запах рыбы. Действительно всё вот это вот удаляет. Классное средство. Мне очень нравится. Я даже вот на лотки кошачьи вот так вот распрыскиваю. Вообще и вокруг тоже лотков. И вообще нет никакого запаха на обивку, на ковры. То есть я на ковры распрыскаю и пылесошу потом их. И приятный аромат стоит. В общем, супер. Тоже мне очень нравится. Тоже всем советую. Так, здесь у меня немножко косметики. Впервые я заказала себе карандашики. Вот это карандаш для бровей. Я его уже тут открыла. Смотрите, какой он тоненький. Слушайте, класс. И по цвету вот первый свотч. Это он и есть. Тоже артикулы оставлю. По цвету мне должен подойти. Попробую обязательно его использовать. И вот этот вот такой чёрный карандаш. Я его использую. Чёрный карандаш я вообще использую. Его точить нужно для межреснички. Вот он такой угольный чёрный мягкий карандаш. Как раз то, что я хотела. В общем, карандашики вот эти я попробую. И здесь заказала вот моя любимая тушь от Фаберлик. Вот она. Вот такая. Но появилась вот такая новинка. Я решила её попробовать. Давайте вместе с вами сейчас открою. Посмотрим, какая кисточка. Вот такая вот прям пушистая кисточка. Моя тушь. Не знаю, попробуем. Единственное, она, видите, немножко такая, как скошенная. Но вообще я люблю пушистые кисточки вот такие. Потому что они очень хорошо прочесывают реснички. И делают их такими очень пушистенькими. Я люблю, когда реснички такие прям пушистые-пушистые, как накладные. Вот это, кстати, по-моему, и есть эффект накладных ресниц. Сейчас мы посмотрим. Вот такая. Это вот эта тушь новенькая, которая. Вот эффект накладных ресниц с первого взмаха щуточки. Ну, в общем, попробую вот эту тушь. Если она мне понравится, то я буду ее заказывать еще раз. Но на всякий случай я взяла вот это. Вот это очень классно делает. Ресницы такие и пушистые, и длинные, и объемные. В общем, супер. Ну, еще здесь каталог, конечно же. Каталог здесь уже посвящается влюбленным. К дню всех влюбленных. Новый аромат здесь вот такой. Вот, кстати, здесь можно в этом каталоге потереть. И попробовать этот аромат. Ну, он такой цитрусовый. Немножко где-то тут было. Вот он. Потерла, попробовала. Он такой... Опять закрылась. В общем, ладно. Он такой немножко цитрусовый. Не знаю. Можно будет заказать. Попробовать. В общем, тут всякие штучки. Каталог обязательно еще полистаю. По поводу карандашиков и туши. Вот это новое вам расскажу. Ну, а бытовую химию, конечно, я очень люблю. От Фаберлик. Артикулы вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. На обед я сегодня решила приготовить винегрет. Надо подбирать, скажем так, все остатки в холодильнике. Освобождать холодильник. У меня была свекла. Четыре штучки. Которая, ну, достаточно давно у меня уже лежит. Я боялась, что она начнет портиться. Хотела вначале просто потереть с чесночком. А потом увидела еще открытую банку маринованных огурцов. В общем, ну, и решила накрошить, сделать винегрет. Тем более, мои домашние, кстати, у меня любят винегрет. Я винегрет добавляю. Иногда делаю только со свежим огурцом. Иногда и свежий маринованный огурец. Иногда просто маринованный огурец. Или соленый огурец. В общем, что у меня есть из огурцов, скажем так, то я и добавляю винегрет. Кстати, я не раз рекомендовала попробовать винегрет с рыбой. Точнее, со шпротами. Напишите, кто-нибудь пробовал или нет. Хотя бы в прикуску. Нравится вам или нет. Мы бы с мужем с удовольствием так поели. Но шпроты я что-то вот, кстати, как-то давно не покупала уже. Надо будет это исправить, этот момент. Потому что винегрет в последнее время, кстати, достаточно часто я готовлю. Не знаю, как-то вот он нравится моим домашним. Вот, а еще решила вот как раз зелень у меня тоже, чтобы она, да, не портилась. Тоже туда добавить немножко укропчика. Вот один, у меня всего лишь был один зеленый лучок. Вот, и даже добавила сюда петрушку. Кстати, вот и летом тоже, если готовлю винегрет, тоже добавляю. Добавляю консервированный горошек. Вот, имею в виду, летом добавляю много зелени в винегрет. И заправляю растительным маслом, потому что муж у меня любит просто так есть. Подсаливаю еще немножко. А мы с детьми со сметаной или с майонезом. Вечером мы решили приготовить шашлыки. Пожарить немножко. Вот, потому что, ну, как-то я лично была настроена, что мы будем жарить шашлыки. Моя Джусина охотилась тут. Ходят, конечно же, собаки. Бона там тоже где-то бегает вокруг, вокруг шашлыка. Вот, так что, вот так вот мы проводим. Вот, ну и вечером решили тут с яблочком посмотреть фильм. Вообще, в последнее время каждый день вечером мы смотрим какие-то фильмы, мультики. Сегодня мы решили посмотреть Веном, вторая часть. Вот, сейчас все же все торговые центры по QR-кодам и так далее. Поэтому, да, вот. Но Веном у меня, кстати, дети первую часть смотрели, не испугались вообще. Но он такой не сильно прям страшный, на мой взгляд, фильм. Вот, и вот решили сейчас вторую часть также посмотреть. Прикольный. Нравится мне, кстати, этот Веном. Вот, еще и мультики мы тут смотрели. Кстати, мультик очень интересный. Душа называется. Мне очень понравилось. Смотрели вообще классно. Джуси моя набегалась, намерзлась во дворе. У меня теперь дворовая собака, все там продолжает охотиться. Вот, и поэтому она тут вечером вообще ее вырубает очень жестко. Коты потом к нам пришли. В общем, все мы тут за просмотром фильма. Кстати, кто не смотрел вторую часть, посмотрите, если вам нравится. Веном очень интересно. Ну, а я на сегодня на такой ужасной ноте буду с вами прощаться. Такой Веном, да. Вот, и я надеюсь, что вам понравилось такое видео, было для вас интересным. Самое главное сейчас просто что-то расслабляющее, интересное. Нужно смотреть новогодние праздники, не более того, да. Вот, так что всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok